Так, отлично, я на связи. Девочки, как меня видно, как меня слышно? Давайте сейчас начнем с проверки. Скажите, как вы меня видите, как вы меня слышите? Нужно ли мне убавить немножечко звук или все хорошо? Хорошо, давайте сейчас пока, как всегда, технические моменты, прежде чем мы с вами начинаем переходить к нашей интереснейшей теме сегодня. Кто у меня в чате? Всех рада приветствовать. Подскажите мне, пожалуйста, так, вижу девчонок, как вы меня видите, как вы меня слышите? Давайте, девочки, насколько все хорошо. Слышно ли, видно ли? Давайте проверяем звук, проверяем все, что нужно. Так, вроде микрофон у меня на месте, все хорошо. Ой, так, сейчас вот так вот его еще присоединить, чтобы удобно было. Так, ну что, слышно, видно? Напишите мне, девчонки, в чат, поставьте плюсики, пожалуйста, как вы меня видите, как вы меня слышите, чтобы я понимала. Так, вот так вот лучше, я думаю. Так, 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 пока вы пишете. Ну что, еще раз скажу, что на самом деле очень рада у нас с вами в июне, в июне, да, сейчас июнь, все правильно, я ничего не путаю. Отлично, супер, Виталий, отлично. Очень рада, Елена, все, все-все подтягиваются. Сейчас, я думаю, еще девчонки присоединятся, ну, как всегда, по ходу пьесы. У нас с вами на этот месяц не так много встреч по вебинарам запланировано, у нас всего лишь две из них, да, вот сегодня мы с вами разговариваем про юбки. Полностью экскурс вообще в юбке будем совершать, поэтому, девчонки, готовьтесь. Я думаю, что по объему информации серьезная сегодняшняя встреча продлится, ну, два часа это точно, плюс-минус, потому что, девчонки, картинок и вообще всего того, чем я хочу поделиться, очень-очень много, ну, как всегда, впрочем. Поэтому, вот, следующая встреча у нас будет посвящена уже с вами французскому шику. Это тоже тема, которую мне обозначили, да, мои девочки на курсе. Виталий, это благодаря тебе тоже, потому что и мы с тобой эту тему обсуждали, и, в общем-то, ну, как бы я сама тоже об этом думала, поэтому все так сложилось, что в этом месяце у нас с вами будет вторая встреча, посвященная французскому шику. Все, что связано со французским стилем, как его сформировать, на что обращать внимание, какие отличительные особенности. В общем, тоже будем погружаться в культуру, скажем так, да, парижских девушек. Поэтому, милые мои, готовьтесь, вот, следующая встреча будет тоже не менее интересная. Ну, давайте начнем с того, что сегодня, как я уже сказала, тема, посвященная юбкам. И я рада, что у нас с вами, да, 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 я тоже, на самом деле, с нетерпением жду, потому что я, как всегда, готовлю массу всего интересного. Ну, а сегодня на вебинаре, вот, посвященном юбкам, я для вас приготовила, на самом деле, несколько вариантов информации. С одной стороны, конечно, будет масса картинок, будет какие-то, да, будут мои комментарии и будут схемы. Все, что касается, допустим, типов фигур и вообще, как выбрать, например, да, юбки. То есть, об этом тоже будем говорить, как учитывать свои особенности фигуры. Но точно так же я хочу вам показать сегодня видеоролик, да, такой исторический экскурс, скажем так. Потому что мне кажется, что чем разнообразнее информация, чем она интереснее подана, тем, соответственно, формат вебинара, как бы, ну, более привлекательный. И для вас в том числе, но и мне это интереснее тоже. Поэтому, девчонки, сегодня информация будет самая разноплановая. Ну что, я думаю, что потихонечку мы с вами будем двигаться по презентации. Хочу только спросить, скажите мне, пожалуйста, девочки, кто сейчас в чате, кто впервые вообще на моих вебинарах? Вот кто раньше ни разу не был, кто не знает, как, может быть, вообще вебинары у нас проходят, и вообще, что у нас происходит на вебинаре? Кто впервые, поставьте мне плюсик в чат. Вот, и если вы, собственно, так, почему-то у меня тут презентация немножечко подгружается. Видимо, очень много слайдов. И вот я думаю, что сейчас этот момент, кстати, может быть, что она будет медленнее грузиться. Так, ну, будем надеяться, что сейчас прогрузится. Так, Елен, вы у меня впервые, да? Прекрасно. Так, девочки, почему-то у меня презентация не двигается дальше. Сейчас надо, видимо, чуть-чуть подождать, потому что сейчас будет грузиться. Скажите мне, пожалуйста, кто впервые вообще, каким образом попали на страничку, и вообще, как узнали про вебинар? Если через соцсети, да, то через какие, просто мне это всегда интересно, как люди попадают, собственно, да, ко мне, и каким образом это происходит. Ну, отлично все переключилось, я рада. Потому что будет очень обидно, что я приготовила столько слайдов, и какие-то из них будут мне показаны. Вчера я закончила презентацию, девочки, уже во втором часу ночи, поэтому мне, конечно, хочется безумно поделиться всем, что я нашла. Вот скажите, Елена, откуда вообще, и как вы узнали, да, про вебинар? Ну, это всегда я, в принципе, спрашиваю. А вообще, поскольку есть люди, которые меня, может быть, не знают именно в формате вебинара и вообще в формате обучения, я, конечно, представлюсь, прежде чем начнем мы с вами вебинар. Что касается, ну, скажем так, моей деятельности, то я скорее себя позиционирую не просто как стилист, да, а скорее как имиджмейкер, потому что... Или имидж-коучить, скажем так, потому что все, чем я занимаюсь... А, через Инстаграм, отлично. Все, чем я занимаюсь, это не только преображение внешнее, скажем так, человека, да, но и скорее больше внутреннее. То есть я люблю, как я говорила, раздать волшебного пенделя для того, чтобы, в общем-то, мотивировать девчонок на какие-то изменения. Изменения прежде всего внутренние. Ну, и, собственно, с этим связаны оба моих курса, которые сейчас активно ведутся. Ну, на самом деле, их уже три. Первый курс сам себе стилист, это офлайн. Это тот курс, который стартовал год назад, и сейчас уже больше там 6-7 потоков прошло, девчонок. Поскольку обучение длится 2 месяца, то это достаточно длительный курс, основательный, скажем так, да. И я могу сказать, что результат этого курса, естественно, девчонки видят далеко не сразу, но с течением времени и очень-очень серьезные изменения. Кстати, здесь есть, конечно, девочки, которые проходят вот второй формат курса, который стартовал недавно в этом году. Это онлайн-курсы. И, собственно, они называются тоже онлайн-курсы «Любись в себя» у меня, да. Он сам себе стилист напоминает, но он, скажем, в онлайн-формате, поэтому немножечко по-другому строится. И, наконец, у меня есть профессиональные курсы, которые тоже стартуют. У нас с сентября новые потоки, ну, а сейчас у нас пройдет улыбленный курс, скажем так, курса «Сам себе стилист». Соответственно, обучение самое разнообразное. Есть индивидуальный коучинг, есть и групповые занятия. Но все, что я делаю, так или иначе, связано с психологией. И психология, я считаю, в глубоком ее смысле, это самая основа, наверное, того, с чего стоит начинать работу со стилем. То есть нельзя, да, просто говорить о, скажем так, о, боже мой, у меня здесь бесконечные, девчонки, если будут вот такие вот гонки происходить за окном, не пугайтесь, просто дорога рядом, поэтому вот такие моменты возможны. В любом случае психология – это то, с чего я всегда начинаю. И первые блоки во всех моих курсах – это психология имиджа. Мы простраиваем внутренние портреты девчонок для того, чтобы понять, какие качества нам стоит транслировать с одеждой. И что вообще следует показывать другим людям, что вы хотите показывать самое главное, а что вы не хотите. То есть это все вопросы, которые нужно обсуждать в начале пути, и от них уже простраивается ваш внешний образ. Все, что касается просто стилистики, да, это следствие. Это не причина, это следствие. Соответственно, с этим мы разбираемся уже в следующую очередь. Ну, вот это вкратце обо мне. Я думаю, что все, кто присутствует сейчас на вебинаре, так или иначе, уже сталкивались с моей деятельностью, либо через Инстаграм, вот когда, Елена, вы написали, либо через курсы, либо через личное общение. То есть абсолютно не важно. В любом случае вы уже примерно представляете, кто я такая и вообще какая особенность моей работы существует. Ну, стоит представиться всегда, поэтому я это не, скажем так, не упускаю этот момент. Дальше, девочки, мы с вами начнем двигаться уже непосредственно по вебинарам. Презентация, возможно, немножечко будет подгружаться медленнее, потому что, девчонки, я еще раз говорю, слайдов и информации очень много. Поэтому вы уж извините, но придется, наверное, чуть-чуть вот наблюдать такое подтормаживание презентации. Что сегодня ждет нас на вебинаре? Ну, как вы видите, программа достаточно обширная. Почему? Потому что я считаю, что любой вопрос, его стоит глубоко изучать, относительно, конечно, да, в формате там двух часов. Мы не будем с вами углубляться в какие-то очень глубокие-глубокие дебри, да, там, конструкции и так далее. А мы все-таки будем более поверхностно это изучать, но с другой стороны затрагивая разные аспекты. Хочу я начать, естественно, со стареекскурса вообще по поводу юбки, точно так же, как мы начинали наш вебинар, допустим, как носить кюлоты тоже, да, чуть-чуть про историю я рассказывала. То же самое здесь будет, да. Я немножечко расскажу вам вообще, откуда юбки пришли, из какого гардероба, как ни странно, да, вообще, как они менялись. На эту тему мы с вами посмотрим картинки, мы посмотрим видео на эту тему. И мне бы очень хотелось, чтобы вы тоже вдохновились изучением, в общем-то, истории вещей, которые мы с вами носим каждый день. Ну и далее, естественно, мы с вами пойдем по разновидностям фасонных юбок, потому что их девочки более 25. Так, чтобы на секундочку вы знали. Конечно, мы не будем все 25 с вами здесь каждую детально разбирать. Абсолютно нет. Это, ну, в общем, нам не нужно. Но основные, конечно, мы с вами обсудим. Мы посмотрим, в чем их особенность, чем они отличаются и так далее. Далее, если вам эта тема будет интересна, я с радостью поделюсь с вами ссылочками на ту информацию, где вы сможете все это более детально изучать. Наконец, следующие фасоны, которые мы с вами будем изучать, это те фасоны, которые подходят разным типам фигур. Но опять же, девчонки, вот те, кто у меня занимается на курсах и те, кто занимается на онлайн-курсе, девочкам этим повезло гораздо больше, потому что мы разбираем тему коррекции фигуры очень детально, очень подробно и, соответственно, с индивидуальными особенностями и понимать уже там, где какая фигура и на что стоит обращать внимание, вот там мы, конечно, будем очень хорошо. Здесь я просто пройдусь по основным аспектам, на которые, я уверена, вы сами самостоятельно сможете в себе увидеть, распознать и, конечно же, использовать эту информацию. Потому что, девчонки, есть моменты в посадке именно юбок, без учета которых, к сожалению или к счастью, мы с вами можем напортачить с некрасивым образом. Вот этого бы мне не хотелось совершенно сегодня, поэтому я расскажу, на что стоит обратить внимание, как посадка должна быть, да, существенная юбка, какая длина и так далее. То есть это все нас ждет. Естественно, мы с вами будем сегодня смотреть огромное количество образов на то, как, что, с чем носить. Потому что юбок много, фасонов много. Сегодня стрит-стайл предполагает нам очень много интересных вариантов. Мне хочется дать вам разнообразие для того, чтобы вдохновить вас, девочки, на эксперименты. Потому что, понимаете, проблема-то на самом деле не в том, что у нас нет информации. Проблема в том, что мы боимся пробовать что-то новое, да, и мы вроде как бы, ну, готовы, и мы знаем на самом деле, что можно и так, и так, и так. Но когда мы приходим в магазин, что с нами происходит? Мы говорим, о, нет, 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 вот это я так не ношу, это вообще не мой фасон, это мне не идет, и вообще что это за бред висит такой. То есть мы начинаем включать вот этот вот кретитизм, как я его называю, кретинизм иногда. Вот, и совершенно беспочвенно мы отвергаем те фасоны и те варианты образов, которые на самом деле могут быть нам очень-очень хорошо. Вот, кстати, скажите мне, да, по ходу, вот с последним моментом, да, вот точно, вот я как раз хотела спросить, насколько вы часто вообще себя так ведете в магазине? Ну, вот, Алилен, вы мне уже ответили, что, видимо, часто. Но поскольку я сама на самом деле, девочки, была таковой, я работаю со очень многими женщинами, все клиентки через одного просто проходят через эти этапы, когда мы заходим, и они начинают говорить, о, нет, это я не ношу, а тут же буквально через час мы меряем те варианты, которые я предлагаю, и говорят, о, а очень даже и неплохо. Собственно, вот этот момент, он и происходит. Поэтому, девочки, будем смотреть, будем вдохновляться, но самое главное, чего я хочу, чтобы после вебинара, вы мне многие, да, все, кто присутствует, написали бы Алена, мы пошли пробовать, вот, вот, и как бы, естественно, присылать, если будете фотографии, то я буду вообще очень счастлива. Это означает, что я вас замотивировала, как-то вдохновила и так далее. Поэтому, девочки, если по программе, да, вебинару вам все понятно, вы готовы приступать, ставьте плюсики. Кстати, я вам советую сейчас запастись, девчонки, ручкой, тетрадкой, ну, то есть, или блокнотом, чем-то, где вы сможете какие-то пометки себе сделать по ходу вебинара, отлично. Конечно, запись у всех, кто оплатил вебинар, она будет, и вы сможете повторно, спокойно посмотреть материалы, плюс я разошлю отдельно презентации, потому что в презентациях просто масса картинок, и чтобы вы спокойно могли посмотреть на телефоне, взять с собой магазин и так далее, то есть без видео, скажем так, да, этот бонус вам будет предоставлен всем девчонкам, которые оплатили вебинары. Все, кто просто присутствует сегодня, я на самом деле безумно рада, и я уверена, что даже так, да, за эти там 2-3 часа вы получите массу информации, для чего, собственно, вам и советую, запаситесь ручкой, тетрадкой, я не знаю, блокнотом, ну, в общем, тем, чем вам нравится, да, тем, чем вы хотите работать. Ну что, а мы начинаем двигаться дальше, потому что, как вы видите, программа очень насыщенная, мне бы не хотелось терять сегодня время, тем более, вот, правда, хочется поделиться массой-массой картинок. Так, ну, сегодня прямо вот я чувствую, будет немножко подтормаживать презентация. Это, конечно, не есть хорошо, с одной стороны, с другой стороны, ничего невозможно поделать, потому что реальной информации очень-очень много. Ну что, девчонки, начнем мы с вами с истории, да, начнем с истории, потому что невозможно, на самом деле, как говорят многие люди, не зная истории, двигаться дальше. Вот у меня где-то такой же подход. Я считаю, что нужно знать абсолютно то, откуда предметы нашей одежды приходят, как они были созданы, на самом деле, изначально какие были предпосылки к возникновению, да, и так нам будет, возможно, понятнее, почему сейчас мы видим, например, на неделях моды, да, особенно мужской недели моды, недавно прошедшей, огромное количество мужчин в юбках, да. Так вот, собственно, это связано с тем, что изначально это был предмет мужского гардероба, как ни странно, да, и мы с вами, если будем смотреть, то мы, женщины, очень активно так переняли у мужчин очень многие предметы, да, ну, юбка, брюки, жакеты, костюмы, то есть мы, в принципе, активно эксплуатируем мужскую одежду, и на самом деле я считаю, что в этом нет абсолютно ничего плохого, наоборот, лично мне этот тренд нравится. Но вообще, если говорить о происхождении слова юбка, то, как вы видите на презентации, на слайде, здесь у вас указано, да, с какого, собственно, языка тюркского это произошло, и звучит оно, на самом деле, очень похоже к тому, что мы привыкли слышать уба, да, то есть как юбка, вот, но изначально это было просто некое верхнее одеяние без рукавов, вернее, с длинными широкими рукавами, то есть это было некое, что-то напоминающее некий балахон, да, который надевался как раз просто на тело, и, собственно, перевязывался или не перевязывался изначально на талии, то есть это было что-то просто типа как вот такая туника, пижама, что-то такое очень балахонистое и объемное. И затем уже, да, только в средние века, в 15 веке, в принципе, этот предмет как таковой стал приобретать, собственно, очертания, похожие на то, что мы знаем сейчас. Ну вот видите, как я тоже здесь вам указала, что изначально это мужской был предмет гардероба, да, и в Древней Греции, в Древнем Риме, в принципе, мужчины абсолютно спокойно носили некие подобия юбок, ну вот таких туник, я бы даже сказала, да, палантинов, которые, в общем-то, были прародителями современной юбки. Но в России, к сожалению, да, у нас собственная юбка, как таковая официально, да, появилась только в 1700-е годы, то есть с приходом Петра Первый. Вообще, как видите, Петр Первый привнес достаточно много интересных моментов, не только бороды, да, но и вот юбка как таковая появилась у нас именно с его приходом. Дальше, в конце 15 века, собственно, начинается в Европе именно, да, история женской юбки. И поскольку изначально это было нечто просто надеваемое на тело сверху, да, и, ну, в общем-то, не имела какого-то разделения, одна из буквально каких-то дворянских дам, она взяла и разделила, в общем-то, это единое, как бы, платье больше похожее, да, наверх и низ. И, собственно, вот с этого момента появляется юбка как таковая. Но в России, в общем-то, это все появилось гораздо позже. И поскольку у нас были крестьяне, да, очень много вот именно крепостного права, и, ну, как бы, да, дворянства было не так много, то юбки у нас, в общем-то, тоже появились позже. Как вы видите, здесь это только случилось не раньше середины 19 века. И юбки, в общем-то, для крестьян, это было нечто, что носилось, в общем-то, больше для теплоты, либо для показания, например, если это высшие уже сословия шли, для достатка. Соответственно, например, у некоторых крестьян количество юбок женщин, да, которые уже, скажем так, приближались к более высоким рангам, у них количество юбок доходило до 20 штук, девочки. Представьте себе, вот как можно было носить 20 штук на одной ее женщине, да, и, соответственно, вот это все было достаточно тяжело. В связи с этим вы сейчас будете видеть некоторые картинки чуть позже, да, юбка, в общем-то, она нуждалась в некой поддержке. И у нас в 19 веке появляется, в начале 19, вернее, в середине 19 века, появляется некое подобие каркаса, которое держало как раз вот эти многочисленные юбки. Это был кринолин, это, собственно, был тюрнюр, как его тоже называли, то есть это некая такая подушечка сзади, которая создавала, в общем-то, дополнительный рельеф, скажем так, да, округлости. Вот, все это, в общем-то, так или иначе держало ту юбку, которая существовала вот в 19 веке. И только уже в начале 20 века, когда у нас стали происходить революции, когда у нас стали происходить изменения социальных, в общем-то, слоев, юбка тоже меняет свои очертания. Вы сейчас будете видеть эти картинки, вы поймете, о чем я говорю. И, в общем-то, надо сказать, что как раз в начале уже 20 века, а именно там ближе к 1917-20 годам, у нас появляются и так называемые хромные юбки, то есть юбки более прилегающих силуэтов. У нас упрощаются силуэты, в принципе. У нас уходят многие такие жестокие, как я считаю, для женщин моменты, например, картет, да, и вот эти все как раз кринолины наконец-таки уходят. И, соответственно, мы можем более свободно перемещаться, длина юбки начинает меняться. Ну и, в общем-то, мы с вами в течение как раз 20 века приближаемся уже к тому современному виду юбки, который мы знаем с вами сейчас. Но, как вы понимаете, это не случилось быстро. И вот вы видите, что 20 век я назвала это трансформацией юбки. Это действительно так. То есть, мало того, что у нас появляется любимая, любимейшая нами юбка-карандаш, причем созданная Диором в 40-е и 50-е, и в 60-е, конечно, у нас появляется мини-юбка. То, в общем-то, что свело с ума не только Британию, но и, в общем-то, Россию чуть позже, вернее, тогда Советский Союз. Вот, поэтому, в общем, девчонки, история юбки достаточно интересна. Я вам советую, если вам действительно хочется копнуть глубже, почитать на нескольких сайтах информацию. Сайты я вам скину, если вам интересно, напишите мне об этом. Вот, но сейчас я хочу показать вам несколько картинок на эту тему, да, чтобы вы все-таки более наглядно, интересно. Виталик поняла, значит, я вам скину более подробную информацию. Просто я не считаю нужным прям глубоко здесь, да, идти, но я думаю, что вы в картинках увидите, насколько все это меняется, насколько все это становится совершенно другим с течением времени. Вот пока у меня слайд очередной грузится. Да, девчонки, сегодня будет презентация медленнее, чем я предполагала, потому что, правда, очень-очень много слабых. И это меня немножечко, с одной стороны, расстраивает, что она медленнее, но с другой стороны, ничего поделать невозможно, потому что, ну, пока грузится будет только так. Я думаю, что сейчас мы посмотрим вот этот видеоролик, и я его, скорее всего, просто удалю отсюда, для того, чтобы, собственно, презентация пошла чуть быстрее. Вот, к сожалению или к счастью. Ну, собственно, посмотрите, девочки, да, это вот тот момент, когда юбка меняется несколько, да, когда ее форма становится другими. И, в общем-то, вы видите как раз вот этот вот первая, первая картинка, да, девушки так. Подождите-ка, я вам сейчас еще одну картинку хочу показать. Почему-то она у меня не загрузилась. Сейчас увидите. Надеюсь, что она загрузится. Но, по идее, должна. Да, вот, девочки, хотела показать, на самом деле, сначала вот это. То есть, давайте начнем сверху, да, и вот вы видите как раз этот прекрасный каркас, который держится на талии у девушки, да, это верхний левый угол, и, соответственно, вот это и есть кринолин. То есть, это была некая каркасная основа, на которую слоями уже накладывались юбки. Кринолин, на самом деле, это было изобретение потрясающего, ну, я бы даже сказала, наверное, одного из самых ключевых фигур кутюрье, первых, одного из первых кутюрье, который знает историю моды. Это Чарльз Ворд. И эта личность, на самом деле, потрясающая. Тоже вам советую поизучать, кто это такой. Был еще потом и Чарльз Ворд, и... Господи. Ну, бывает, у меня вылетела фамилия вторая, я вам назову вторую. Так, Чарльз Ворд. Сейчас я вам напишу. Да, девочки, если вам непонятно, какая это фамилия или что-то, вы мне пишите в чат. Чарльз Ворд. Вот. Собственно, его вы можете посмотреть, и он как раз изобрел вот этот замечательный кринолин. Ну, он изобрел это с определенной целью для того, чтобы развивать свой дом моды. И, в общем-то, он был, кстати, одним из первых, кто придумал традиционный лейбл или брендирование его платьев. То есть, этим обязаны современные дизайнеры как раз ему. Ну, на нем я подробно останавливаться не буду. На нем можно говорить долго. Он достаточно интересный, я считаю, уникальный для истории моды. Но здесь, вот посмотрите, да, этот кринолин для некоторых платьев, он достигал порядка там двух-трех метров в диаметре. То есть, вы можете себе представить, насколько огромен этот был каркас, в котором перемещаться самостоятельно женщина, естественно, не могла. Ей требовалась помощь, во-первых, одеться, во-вторых, переместиться куда-либо, влезть, скажем так, в карету, выбраться оттуда. То есть, ну, это действительно было очень сложное мероприятие. Далее, посмотрите, следующая картинка, где мы видим, видим там уже мужчина и женщина, да. Вот здесь появляется так называемая humble skirt, или, скажем так, хромая юбка. То есть, тот формат, когда вот обычная традиционная пышная юбка, скажем так, да, была перетянута внизу специальной лентой. И, собственно, появилась эта юбка достаточно интересная. Когда был совершен в начале 20-х годов первый перелет на самолете, ну, такой это был скорее аэроплан, чем самолет, собственно, женщина, да, одна из первых, кто совершил этот полет для того, чтобы ее юбка не, скажем так, попала, да, в клинья или в вот эти вот вертела, она, собственно, взяла и завязала эту юбку вот таким образом. И оттуда, когда, естественно, этот перелет был совершен, все начали фотографировать ее, оттуда и пошла эта история с перевязыванием юбки. А второй вариант, опять же, второй, скажем так, персонаж, который является после Чарльза Уорта, да, интереснейшим лицом, он изобрел как раз хромую юбку для одной из актрис, которой нужно было стоять на сцене, и красиво все это преподать. И вот для того, чтобы ее контуры были правильно подчеркнуты, юбка была заужена внизу, и, собственно, появилась так называемая хромая юбка. Перемещаться, конечно, в ней было очень сложно, потому что она сковывала движение, но, в общем-то, знать на то время легко подхватывала какие-то странные такие направления, и, в общем, все это носилось. Дальше, девочки, конечно, когда происходит Первая мировая война, вы видите, что мы перемещаемся с вами вниз, вообще одежда меняется немножко, да, и уходит вот эта вот какая-то некая праздность, появляется утилитарность, появляется функциональность, юбка укорачивается, ее длина меняется, меняется фасон, и, соответственно, вот эти вот девушки, которые идут внизу, да, на фотографии, это уже как раз после Первой мировой войны тот вариант костюма, который мы, скажем так, привыкли на самом деле видеть, то есть это более привычная нам одежда. Далее, когда мы с вами перемещаемся уже в 40-е и 50-е, появляется Диор с его нилухом, и вот вы видите девушку, да, в красной юбке, где очень тонко очерчена талия, подчеркнуто все. Вот, собственно, это тот формат юбки, который стал безумно популярным, и, если честно говорить, да, то это, наверное, вот тот образ, тот стиль, который делает женственной любую женщину вне зависимости от комплекции, и силуэт песочных часов он как раз максимально стремится к этому силуэту. Ну, а далее, естественно, 60-е, 70-е, 80-е, это хиппи, это наше появление мини-юбки, это, собственно, рок-н-ролл и так далее. То есть это все другие течения, которые меняют длину и, в общем-то, фасоны юбок до неузнаваемости. Мы с вами, конечно, не будем сейчас подробно останавливаться на стилистических изменениях, да, но я думаю, что вы видите, насколько сильно произошло изменение в целом, да, формата юбок, которые носили там в середине 17-го, 18-го, да, веков, и, собственно, то, что мы видим сейчас. На эту тему, девочки, я хочу вам показать видео, и я надеюсь, что оно будет грузиться нормально, ничего у нас не отвалится. И, собственно, я хотела бы потом, чтобы вы написали пару строк об этом. Так, я надеюсь, что сейчас все будет как надо. Да, вот, девочки, я замолкаю и надеюсь, что сейчас подгрузится. Ожидаю, что сейчас будет грузиться все хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 На самом деле, прежде чем говорить про фасоны юбок Я бы хотела остановиться на том Что, собственно, юбки классифицируются Понятно по различным признакам Так, Виталина мне пишет Гаде, солнце, карандаш, трапеция, полусолнце, клеш Ага, отлично Девчонки остальные вы тоже можете писать в чат Какие вы фасоны знаете Потому что сейчас, я думаю, интересно будет всем Какие-то, конечно, все, что вы назвали Они присутствуют Какие-то будут новые и так далее Будем мы изучать эту тему С другой стороны, смотрите, девочки Прежде чем переходить в фасоны юбок Я бы хотела вам некую классификацию юбок дать по длине Потому что в зависимости от длины У нас разделяются некоторые юбки Вернее, не некоторые юбки А все юбки делятся на три категории Первая это, вернее, на четыре Но четвертую категорию я не стала сюда включать Для того, чтобы, ну, просто, скажем так Она мало применима в реальной жизни И я не думаю, что аудитория здесь у нас Способна для такой юбки Поэтому мы и остановимся все-таки на основных трех Итак, первая юбка Ее длина это макси Соответственно, вот первая юбка, которую вы видите Это максимальная длина Как классифицировать макси? Да, это все, что у нас закрывает, в принципе, щиколотку Практически касается пола То есть это действительно юбка в пол Как-то так называемая Да, это макси Далее у нас с вами идет миди Или ниже колена Длина ниже колена То есть это на самом деле Вот если говорить про икру Где-то до середины икры Считается Это, в общем-то, та длина Которая трендовой сейчас является И длина макси Тоже входит в это же число По колено ниже колена и макси То есть это те трендовые длины Которые существуют на данный момент сейчас Следующая И, наконец, последняя, наверное Да, та, которую мы будем применять сейчас в обзоре И которая носибельна на самом деле Это мини Но существует еще и микро длина То есть это совсем коротенькая юбочка Грубо говоря, которая практически только прикрывает попу Но вот такие варианты на самом деле хороши для пляжа Но я не думаю, что они носибельны в городе По крайней мере, если вы не хотите найти себе приключения на одно место Поэтому, девчонки, я думаю, что этот вариант длины нас мало интересует Собственно, я и не стала его включать в обзор Но вот это вот макси, миди и мини Это три варианта длины юбок На которых мы с вами тоже будем останавливаться Они у меня будут присутствовать в стрит-стайл фотографиях и так далее То есть это то, что носибельно То, что интересно И то, что мы действительно с вами можем применять Далее, девчонки, мы переходим уже непосредственно К тем фасонам юбы, которые существуют Сейчас будем смотреть, как это все работает Конечно, если говорить про наиболее распространенные То их немного Как я сказала, вообще фасонов существует порядка 25 Но, скажем так, это не те варианты, которые Вы будете носить каждый день Все-таки традиционно мы носим некоторые всего фасоны И их не так много Вот сейчас у меня наконец-таки загрузится слайд И вы видите, в общем-то, как по фасонам мы можем их с вами идентифицировать Девчонки, если не очень хорошо видно сам текст Не переживайте Я в любом случае вам пришлю презентацию Там будет его видно более четко Здесь отлично видно, хорошо, я рада Здесь мы с вами можем говорить о том Что наиболее популярными Являются все-таки не так много фасонов Что я назвала, 25 Меньше гораздо Ну и традиционные из них какие Например, юбка А-силуэта Я могу сказать, что это самая, наверное, универсальная Вернее, одна из самых универсальных юбок Наиболее, скажем так, подходящих по фигуре большинства у девушек И, в общем-то, это юбка, которая действительно универсальна в плане комбинации Вы это увидите на картинках, вам это станет понятно Самая главная особенность этой юбки То, что ее силуэт, он действительно вот по буквой А, да, расходится Такой же, на самом деле, существует и фасон платья, да, который тоже А-силуэта Соответственно, у нас с вами здесь бедро И вообще нижняя часть, она в форме трапециевидной такой вот, как бы, да Ну, как бы, находится На самом деле, да, вот смотрите, девочки Ее очень удобно носить Я безумно люблю этот фасон юбки Потому что он действительно универсальный, комфортный Вы чувствуете себя спокойно Вы можете двигаться, вам ничего не мешает Ничего нигде не застревает То есть, это реально очень классная юбка Вот, я согласна с вами абсолютно Далее у нас с вами, конечно, существует, например, юбка солнца и полусолнца Здесь существует вот две их разновидности Но фишка в том, что это юбка, скроенная вот по кругу, да Соответственно, она имеет безумно красивое вот это вот такое движение, да То есть, юбка очень красиво подчеркивает фигуры и так далее Единственный минус, на самом деле, этой юбке в том, что подходит она не всем типам фигур Но об этом мы с вами сейчас поговорим И фишка еще в том, что, опять-таки, учитывая, например, какие-то погодные условия Может быть, весьма неудобно ее носить То есть, как только подул ветер У нас с вами происходит история с Марлин Монро Помните, да, как у нее платье там развивалось? То есть, примерно вот такая же история И нам приходится ее держать просто двумя руками Так, чтобы не улететь вместе с этой юбкой Соответственно, здесь как бы есть и плюс, и минус вот этого формата Но что касается вот именно, скажем так, универсальности использования Ну, наверное, да, тоже, в общем-то, они достаточно универсальны юбка Далее юбка-плиссе Это, собственно, тот тренд, который существует сейчас И который мы видим везде повсеместно Плиссировки у нас много В общем-то, это юбка в складку Причем в мелкую складку И эта складка образована не вручную, скажем так, да Когда вот мы видим, например, просто юбку в складку Да, об этом тоже сейчас вот в следующее буквально Но она машинным образом организована Поэтому эта плиссировка, она, в общем-то, автоматически Уже выкладывается на самой ткани И очень красиво, конечно, смотрится Но проблема плиссировки в том, что в зависимости от ткани Плотности этой плиссировки, да Разные, в общем-то, юбки могут совершенно по-разному садиться на разные фигуры Поэтому при всем при том, что это тренд Это красиво, это модно Девочки, вот здесь нужно подбирать эту юбку очень аккуратно к себе И, собственно, мы всегда убеждаемся с вами Что любой тренд нужно очень аккуратно к себе применять Слепо ничего не нужно просто брать Да, нужно всегда смотреть, как это выглядит конкретно на вас На вашей фигуре и так далее Следующее, конечно, раз уж мы про плиссировку начали говорить Это юбка в складку Но здесь особенность в том, что как раз вот эта ширина складки Да, она и формирует внешний вид То есть в зависимости от того, где, как эта складка расположена Какая плотность ткани, какая длина юбки Ну, в общем-то, все эти аспекты тоже нужно учитывать Сидеть эта юбка будет совершенно по-разному Вот здесь на картинке вы видите, что есть еще кокетка, да? Вернее, возможный вариант наличия кокетки То есть когда у нас с вами эта складка начинается не от пояса, а вот от этой кокетки Конечно, с одной стороны, это такая, вы знаете, как помните, школьные юбки британских учениц Такой стиль у нас еще есть определенный То вот там вот эта юбка прям вот точь-в-точь выглядит таким образом Очень поделеча, очень игрива, очень интересно Но, девчонки, главное не заиграться Потому что здесь все-таки вот эта вот специфика фасона, да? Она предполагает определенную стилистику То есть здесь нельзя просто так уже взять какой-то верх Нужно подбирать правильно Поэтому я считаю, что достаточно специфический фасон Далее у нас идет какая-либо драпировка Вообще, любая драпировка, что на платье, что на юбке Она, конечно, создает очень интересные силуэты Но, опять же, девочки, смотрите В зависимости от того, где эта драпировка находится Если у нас с вами, например, объемные бедры, да? То драпировке это нужно как можно меньше Для того, чтобы не подчеркивать дополнительно И наоборот То есть эти все нюансы сейчас чуть ниже будем разбирать Конечно, прямая юбка и вообще юбка-карандаш Это вот следующие два силуэта, которые действительно Одни из самых универсальных Я бы опять-таки назвала Причем универсальные практически ко всем типам фигур И прямая юбка и юбка-карандаш Это подчеркивание, это подчеркивание изгибов Подчеркивание талии То есть действительно очень универсальные модели Наконец, мини-юбка, про которую мы с вами уже говорили Да, но здесь очень такой важный фактор Наличие стройных ног Опять-таки, девочки, у нас с вами в голове Стройные ноги могут отсутствовать А по факту присутствовать Такой момент тоже бывает Поэтому, девчонки, все-таки я считаю, что мини-юбка Это тот формат, когда вы действительно можете его себе позволить В зависимости от ситуации Но, опять-таки, нужна правильная обувь Потому что сочетать мини-юбку с каблуком Может быть уже too much Вот, а если мы все-таки с вами говорим На каждый день Мини-юбка с плоским ходом Выглядит вполне себе стильно Интересно и, главное, комфортно тоже может быть Поэтому мы об этом поговорим Юбки с запахом Асимметричные юбки То есть какие-то вот элементы в крое Которые создают некую геометрию Некое движение Вот эти юбки, они, конечно, хороши Потому что позволяют очень классно моделировать фигуру Не на лето особенно Я, например, вот юбки с запахом очень люблю Потому что это действительно По формату, например, платья-халата Когда вы действительно запахнулись Идете, у вас все это красиво еще развивается Вам легко, вам удобно Если это еще и натуральные материалы То есть вполне себе применимые фасоны То есть, как вы видите, да Фасонов тех, которые мы действительно регулярно носим Их не так много, да Но сейчас, когда мы будем разбирать с вами типы фигур Вы увидите больше фасонов, чем здесь сейчас Здесь просто я показала некоторые Самые-самые распространенные Вообще, вот правильно, вы уже написали Здесь юбка Гаде, она тоже будет сейчас у нас присутствовать Клеш и вообще клиньями Юбка клиньями Это тоже один из вариантов Но они похожи по типу, например, А-силуэта юбки Просто там не цельнокроенная, да, часть А она идет в виде клинив Поэтому здесь, в общем-то, все это достаточно похоже Понятно Ну что ж, девчонки Сейчас будем переходить уже конкретно к типам фигур И вообще, понимать, скажем так Что конкретно вам нужно В первую очередь я советую, каким образом это максимально изучить свое тело Скажите мне, пожалуйста Знаете ли вы, какого вы типа фигуры? Напишите мне в чат, если вы знаете Если не знаете, тоже напишите Просто сейчас будет интересно узнать Насколько мы с вами вообще задумываемся на эту тему Потому что это важно Прямоугольничек Ну вот, сейчас мы начнем с вами с кусочных часов разбираться Ага, девчонки остальные Напишите, знаете, не знаете Давайте-ка разберемся А вообще я вам хочу сказать так Что деление на условные фигуры Ой, на условные На фигуры, да, на типы фигуры Оно весьма условно Почему? Потому что, опять-таки, важную роль играют вообще пропорции тела Но для простоты понимания, конечно, мы с вами будем сейчас отталкиваться от типов фигур Опять-таки, здесь есть опорные точки Вот, отлично У кого-то песочные часы Груша, прямоугольничек Есть опорные точки На которые мы с вами будем обращать внимание Но на самом деле, да Любой тип фигуры абсолютно можно хорошо корректировать С помощью как раз правильно выбранных моделей И цвета, самое главное Про цвет, как всегда, вы понимаете, о чем я говорю Ну что, давайте начнем с самого, наверное, универсального Это песочные часы Ну, скажем так, универсального в кавычках Потому что к этому все стремятся Да, это самый, наверное, легко, ну, скажем так, одеваемый тип фигуры Но это не значит, что остальные чем-то хуже Абсолютно нет Что такое песочные часы? Это когда у нас с вами силуэт песочных часов повторяется, да То есть у нас есть с вами грудь выделенная, талия, бедра То есть вот эти вот три опорные точки Про которые я только что сказала Соответственно, девочки, смотрите, как измерить? Ну, конечно, вы можете просто взять, например, измерительную ленту Записать свои параметры и посмотреть, как у вас эти цифры соотносятся Это самый банальный, простой вариант С другой стороны, я вам советую пойти другим образом Вы просто возьмите и выделите для себя, например, какую часть тела вы бы хотели акцентировать Будь то, например, грудь, талия, бедра Возможно, красивая зона декольте, руки и так далее И старайтесь всегда держать фокус в одежде именно на этих деталях То есть на плюсах Не старайтесь скрывать что-то, а подчеркивайте плюс Это так называемый французский вообще подход в моделировании фигуры Не российский, не русский, скажем так Когда мы начинаем просто свои минусы возносить в ранг самых важных И, в общем-то, все вокруг этого строится Я все-таки предпочитаю работать от обратного Поэтому все-таки лучше найти свои достоинства и их подчеркивать Но вот у фигуры песочных часов, как вы понимаете, достоинств несколько Это и талии, и бедра Но самый главный момент это все-таки подчеркнуть талию Акцент на талии Соответственно, какие здесь фасоны юбок нам подходят Вот вы видите абсолютно на картинке те форматы, которые предпочтительно использовать этому типу фигуры Конечно, здесь сразу появляется юбка-карандаш Причем юбка-карандаш достаточно прилегающего силуэта Достаточно с хорошей выраженной талией То есть это высокая посадка И по длине это может быть по колено, ниже колена То есть длина может быть миди, абсолютно не важно Но в любом случае это ближе все-таки к юбке-карандаш С другой стороны, это тот тип фигуры, которому подходят вообще любые фасоны юбок И абсолютно не важно Главное, чтобы они акцентировали талию Как вы видите, везде на всех этих примерах у нас выделен пояс Вот если выделен пояс, то все, вы четко попадаете в фигуру песочные часы Вы подчеркиваете то, что нужно И главный тот момент, который вам следует еще учитывать, это длина изделия Опять-таки, смотрите, драпированные юбки прекрасно подходят Юбки А-образного силуэта, соответственно, тоже да Принты Принты, если у вас объемные бедра, ну то есть как объемные То есть пропорциональные по фигуре, они выглядят абсолютно нормально Но вы, например, не хотите очень выделять эту часть тела Соответственно, вы берете более спокойный принт И наоборот, если вы чувствуете, что вы хотите и вам нравится Берите более такой, знаете, как говорят американки, болт То есть более четкий, более яркий принт И, соответственно, вы будете выделять эту зону совершенно прекрасно Далее, естественно, как я уже сказала, юбка-карандаш В любых ее проявлениях абсолютно да Вообще, что касается материалов Вот здесь для песочных часов, опять-таки, в зависимости от пропорции Если у вас довольно стройная фигура, то есть тело подтянутое То абсолютно любые материалы Если же есть какие-то моменты, связанные с неровностями кожи То, девочки, запомните одно универсальное правило Вот если эти моменты присутствуют Берете просто более плотные ткани Более структурированные, более четкие, более плотные ткани Желательно без блеска То есть матовые, да, матовые по своей фактуре, более плотные Тогда они будут собирать фигуру Подчеркивать то, что нужно И, знаете, не будет этой расхлябанности Не будет вот этого вот какого-то ненужного Подчеркивания там дефектов кожи и так далее То есть если вы не хотите это демонстрировать Соответственно, ну, учтите этот момент И все остальное будет достаточно понятно Скажите мне, пожалуйста, да, вот песочные часы Написала вот мне, Елена, вы, да, что у вас песочные часы Как много у вас юбок вообще вот такого формата в гардеробе? И какие юбки носите? Сейчас мы перейдем к следующему типу фигуры Я пройдусь по всем типам фигуры Для того, чтобы, ну, вы могли как-то Возможно, себе или кому-то, да, посоветовать И, в общем-то, будет более меня понятно Какие аспекты есть, да, для других людей в том числе Вот из того, что мы обсудили Какие у вас юбочки есть, каких фасонов Я думаю, что какие-то традиционные, типа, карандаша И, возможно, там полусолнце, солнце должны быть, да Но, может быть, что-то еще присутствует как раз Сейчас посмотрим С другой стороны, девчонки, смотрите, да Песочные часы это один из самых универсальных фасонов фигуры Ну, вернее, типов фигуры, да И здесь мы можем реально экспериментировать абсолютно с любыми Историями, с асимметрией, с посадкой, с длиной и так далее Все зависит только от ваших пропорций телесных То есть, чтобы это все было сбалансировано Далее мы с вами переходим, например, к яблоку Да, то есть, это тот тип фигуры Вот, как вы видите, я вам тут даю даже небольшие подсказочки Вообще, на что обращать внимание в этом типе фигуры Конечно, как я еще раз скажу Девчонкам на курсе на моих и на онлайн, и на оффлайн Повезло больше То есть, мы с ними разбираем подробно каждый тип фигуры Но яблоко, как вы понимаете, это тот тип фигуры, у которого все вот эти вот ненужные моменты Да, в плане там объемов, да, они скапливаются только в одной части То есть, если у песочных часов они, как правило, распределяются по всему телу Вверх, талия, низ, да, то есть, они как бы равномерные И особо, на самом деле, там, даже если женщина поправляется на килограмм, на два Не видно, да, этого То есть, здесь, к сожалению или к счастью, да, у нас все скопления происходят в зоне животика Соответственно, вот эта та часть, которая является самой рискованной И ни в коем случае не стоит ее выделять, как таковое Поэтому, девчонки, здесь, конечно, фокус у данного типа фигуры мы с вами переводим в две зоны Это верх, соответственно, это декольте, это руки И низ, это ноги Теперь, какие фасоны юбок здесь мы можем с вами носить Конечно, это карандаш Причем, прямая и карандаш, это те фасоны юбок, которые здесь хороши Но они не должны быть слишком такими, знаете, облегающими То есть, они должны быть чуть более свободными Посадка тоже лучше все-таки именно на талии, чуть выше Для того, чтобы структурировать, структурировать Но не демонстрировать четко, да Соответственно, сверху для фигуры яблока нам в любом случае Нужны быть какие-то блузы, футболки, рубашки Которые слегка прикрывают эту часть То есть, чуть-чуть более свободные силуэты Но по самой длине юбки и по формату Это все-таки лучше так, чтобы они подчеркивали ноги Соответственно, это какие варианты? Это карандаш и прямоугольник Ой, это карандаш и прямая юбка И, наконец, это асимметрия тоже может быть Как я вот вам здесь уже написала В любом случае, эта трапециевидная юбка тоже хороша Потому что она может как раз выделить нам нижнюю часть То, что нам требуется И при этом, девочки, вот здесь как раз для яблочка Очень хорошо играет цветовой контраст Поэтому учтите этот момент Когда вы будете выбирать юбки, например Если у вас, ну, у кого-то у знакомых, например, яблоко Очень часто у нас у женщин, например, за 40, за 50 Ну, генетически мы предрасположены, например, скапливать Именно в этой зоне некие объемы У меня мама, например, вот такого типа фигуры Ей, конечно, я не советую никакие ни юбки в складку Но ничего подобного То есть ей вот действительно прямая юбка Это самый удобный вариант И самый подходящий, скажем так, внешний Который моделирует очень хорошо ее фигуру Поэтому здесь, девочки, все достаточно просто Главное, не привлекая внимания к животику И подчеркиваем ноги По фасону юбки, соответственно, это асимметрия Это прямой фасон Дальше мы с вами переходим Так, девчонки, вы пока можете писать мне в чат Я абсолютно буду все это видеть Просто я буду комментировать после того, как пройдет по всем типам фигура Поэтому, если у вас есть такие какие-то юбки Как я вот уже задавала, да, песочным часам Елена, я вас спрашивала, какие у вас фасоны юбки присутствуют Вы пишите, я все это обязательно посмотрю сейчас Дальше мы с вами переходим к груши Груши это тот как раз силуэт, который тоже считается одним из самых женственных Традиционных, я бы даже сказала То есть у нас с вами бедра очень красиво подчеркнуты У нас с вами на самом деле бедра такие очень сексуальные, женственные В общем, я на самом деле люблю этот тип фигуры Но здесь фишка в том, что нужно обязательно подчеркивать верхнюю часть и талию То есть это как раз вот два пункта, которые стоит учитывать И все, что касается бедра Вот здесь как раз фасоны юбок в складку, в солнце, полусолнце, в лессировках Прекрасно подойдут, если мы хотим каким-то образом размыть, да, вот этот силуэт бедер И в то же самое время, например, юбка Гаде, которая, да, очень интересно может смотреться на этом типе фигуры Абсолютно да, потому что здесь как раз мы можем подчеркнуть очень изящную линию бедра Если мы этого хотим, девочки, да, то есть вот здесь надо учитывать этот момент Опять-таки, ай силуэт тоже подходит абсолютно, да, причем как в платье, так и в юбках Причем будет достаточно хорошо смотреться в любых объемах, я бы даже сказала, да Как я уже сказала, полусолнце, солнце, но вот эту информацию вы видите у себя на слайде В любом случае, грушу я считаю, например, одним из самых женственных типов фигур И вот я вам сегодня еще такой бонус делаю, девочки Я вам покажу обязательно, какие юбки хороши для плюс сайз, для аппетитных девочек Потому что об этом меня постоянно тоже спрашивают Я решила уже в конце концов, я хочу продемонстрировать, что и девчонкам с красивыми формами Абсолютно не возбраняются никакие фасоны юбок Поэтому будем тоже с вами смотреть, как это выглядит Поэтому здесь, в общем-то, все достаточно логично Как я всегда говорю, стилистика это очень, ну, на самом деле, понятная, логичная наука Здесь ничего суперэкстремально сложного нет Нужно просто включить немножко голову, да, и, ну, как бы разбираться в том, что мы с вами хотим разобраться И все будет понятно Дальше, девочки, тип прямоугольник Вот как раз кто у меня писал? Виталина Ой, простите, девчонки Точно Не удержалась, все-таки чихнула Думала, все-таки сдержусь Нет, не смогла Прямоугольник Что здесь у нас происходит? У нас здесь с вами происходит очень интересная история С одной стороны, фигура очень подтянутая, очень стройная Такая, я бы даже сказала, мальчишеская Девчачья, вернее, да, то есть подростковая Но при этом у нас слабо выражена талия И вот как раз вот в этом, да, формате Нужно максимально тоже подчеркивать талию И при этом эта талия может быть подчеркнута как раз за счет пояса За счет каких-то дополнительных вот этих вот кокеток, вставок и так далее Да, то есть, соответственно, все, что мы с вами будем здесь акцентировать Это все идет опять-таки в уровень талии Опять, девочки, что нам подходит? Вот, естественно, какие-то вот, как уже мы говорили, да, складка на кокетке Клиновидные, в общем-то, юбки, да, те, которые действительно идут от талии четко, да Или у них еще дополнительно кокетка пояс вставлены Далее у нас здесь с вами юбки с запахом присутствуют Плюсировки точно так же, юбки в складку присутствуют Полусолнце, солнце тоже может абсолютно быть Причем здесь можно даже пышнее ее делать, да, из более плотных тканей Которая действительно держит форму и создает еще дополнительный объем в бедрах Абсолютно, да Причем, девчонки, это вот как раз единственный, наверное, один из единственных Нет, это единственный, да, тип фигуры, которому здесь, в данном случае, в юбках Очень хороши какие-то декоративные элементы на юбке То бишь карманы, какие-то молнии, застежки, нахлесты, захлесты, да То есть все, что каким-то образом дополнительно придает объемы в нижней части Юбка тюльпа, это как раз один из немногих фасонов, которые, вернее, подходят вот именно этому типу фигуры Чего нельзя сказать, например, о песочных часах, о груши и так далее, да То есть вот там, к сожалению, нельзя это использовать, а здесь абсолютно да То есть на самом деле я бы даже сказала, что этому типу фигуры повезло Потому что здесь мы с вами используем очень много фасонов юбки, как вы видите Но опять-таки, девчонки, вы, все, кто оплатили, получите этот вебинар Поэтому сможете спокойнее еще почитать, посмотреть Но я думаю, что здесь, в принципе, все понятно, ничего сложного нет абсолютно Включаем логику, как я сказала Далее у нас с вами остался еще один тип фигуры Сейчас мы его посмотрим Я хочу сказать, что в любом случае пропорции играют гораздо большее значение, на самом деле, чем просто тип фигуры Поэтому учтите этот момент и старайтесь выбирать, наверное, те юбки, которые с одной стороны будут подчеркивать именно общие пропорции, да, ваши А с другой стороны будут еще универсальны в плане комбинации Но к этому мы с вами сейчас вернемся Так вот, девочки, следующий слайд и следующий тип фигуры, который на самом деле тоже достаточно интересный И очень часто девчонки боятся здесь экспериментировать Это как раз перевернутый треугольник или такая спортивная фигура, подтянутая У девчонок, например, очень часто занимающихся спортом, верхней части особенно, да, там пловцов, пловчих, вернее, да, и так далее Вот у них может быть развит плечевой пояс и при этом узкие бедра, тонкая талия, либо, например, она будет близка по талии к прямоугольнику Но в любом случае это достаточно интересный тип фигуры И вот здесь, девчонки, нужно акцентировать, опять-таки, внимание на талии и на низе, на бедре То есть создавать дополнительный объем в зоне бедра И здесь что мы с вами используем? Конечно, мы используем с вами юбку солнца, полусолнца То есть карандаш и прямая юбка здесь уже наименее подходящие силуэты, да Но все, что имеет объем, то бишь, как раз солнце, полусолнце, плесировка, как вы видите, да, в клинях, опять-таки, в складку, юбка в складку, юбка на кокетке и с дополнительной сборкой, да, плесировкой или дополнительной складкой Вот все это абсолютно мастхэп для данного типа фигуры Соответственно, девочки, здесь ткань тоже лучше брать более плотную, более держащую форму, та, которая может прибавить объема Либо этой ткани должно быть просто больше для того, чтобы, да, нам как-то моделировать фигуру То есть в любом случае здесь нужно прибавлять объем И что касается принта, конечно, вот это как раз тот тип фигуры, которому прекрасно подойдут спущенные вниз, очень яркие, насыщенные принты, яркие цвета, геометричные принты То есть все, что, например, другим типом фигуры, типа груши, да, или песочных часов, может быть, противопоказано, потому что прибавит объема То здесь как раз смело, welcome, делайте, экспериментируйте, и это будет очень красиво Опять-таки, юбки скройные по косой, то есть, да, тоже хороши И, кстати, по косой, в общем-то, всем типам фигуры хорошо, кроме яблока Вот, но и вот для данного типа особенно Поэтому, девочки, как вы видите, никаких очень сложных, замудренных моментов в определении фасонов и типа фигуры нету, да Есть просто общая логика Вы выбираете тот фасон, который визуально может либо прибавить нужного вам объема, либо убрать ненужный вам объем Все, логика проста, никаких здесь сверхсложностей абсолютно не наблюдается Скажите мне, пожалуйста, напишите мне сейчас в чат, насколько понятна эта информация Все ли здесь более-менее уяснилось, нужно ли что-то разъяснить по ходу Я, конечно, буду отвечать на ваши вопросы в конце вебинара, потому что еще очень много хочу вам рассказать и показать Сейчас будем двигаться дальше Но напишите пока сейчас, насколько понятно, насколько все уложилось, насколько все нам с вами ясно Так, пока у меня перелистывается следующий слайд, мы с вами будем двигаться дальше Очень плохо, конечно, что у меня сейчас очень много информации Слайды тяжелые, поэтому все это выглядит очень медленно И мне бы хотелось, конечно, ускориться в данном случае, чтобы, ну, именно компьютер как-то быстрее работал Так, отлично, вам все понятно, девчонки, я очень рада Ну, вот сейчас я хочу в этом как раз формате еще проиллюстрировать вам, какие фасоны юбок хороши для девчонок плюс сайз Потому что, к сожалению, здесь предубеждений очень много, что мне нельзя то, мне нельзя это, я не хочу выделять, я не хочу подчеркивать И вот мы отказываемся от каких-то фасонов, которые на самом деле действительно хороши, действительно интересны И вот мне хочется, чтобы мы сейчас с вами прошлись буквально быстренько, да, посмотрели те фасоны, которые подходят на самом деле девчонкам и с фигурой, собственно, плюс сайз Я хочу сказать, что у нас, конечно, очень много комплексов у девочек, в отличие, например, от американок Которые абсолютно спокойно могут себе позволить ношение абсолютно любых фасонов, то есть они легко на это идут Так, у меня опять презентация очень медленно работает, меня это немножко как-то расстраивает, но ничего Я думаю, что сейчас разберемся, по крайней мере технически Здесь очень сложно иногда что-то сделать, как есть уже, так и есть И презентация пока никак не перелискивается Так, мне хочется как-то это все стимулировать процесс и не получается пока Слайд листается Да, вот, сейчас он перезагрузится Посмотрите, девочки, да, например, длинная юбка, да, прекрасно подходит для, на самом деле, размера плюс сайз Самое главное, на что здесь стоит учитывать внимание, это скейл, то есть размер рисунка Либо это должна быть однотонная юбка, да, опять-таки, достаточно струящаяся, драпируемая, либо все-таки это крупный рисунок Опять же, девчонки, как я всегда говорю, в зависимости от ваших пропорций, учитывайте этот простой момент Ну и хорошо Но просто мне хочется же вам показывать картинки, девчонки Здесь следует учитывать следующее То есть чем крупнее фигура, тем стоит более крупный рисунок брать Для того, чтобы балансировать собственные пропорции, да, и пропорции ткани Вот очень как раз часто бывает такое, что крупная красивая девушка действительно красивая То есть я абсолютно не считаю, что это плохо Но она выбирает вот мелкий цветочек, мелкий какой-то рисунок Который делает ее абсолютно вот такой деревенской, неинтересной И, в общем-то, убивает всю ее красоту Поэтому здесь я считаю, что лучше брать крупнее принт И, вернее, не считаю, так и есть, да, и вот на этом фоне будет все выглядеть очень красиво Далее юбка, например, как мы уже с вами сказали, да, со сборкой Но это не полусолнце, это именно сборка, складка, возможно, да То есть любые такие варианты Прекрасно подходит для плюс-сайз Как вы видите, объемы, они не только здесь не подчеркиваются Они, наоборот, нивелируются То есть они становятся более аккуратными, более женственными, более интересными Поэтому я всегда говорю девчонкам плюс-сайз Смотрите обязательно такого фасона юбки Обязательно пробуйте их И ни в коем случае не стоит себе отказывать в этом Вообще, я считаю, что любой тип фигуры абсолютно красив И нет смысла заморачиваться на то, что там что-то где-то не так находится Чего-то мне не хватает, чего-то у меня много Это все, на самом деле, девчонки у нас в голове И настолько мы зашорены на все эти представления Что очень сложно сдвинуть самих себя с этой историей Но, как я считаю, что лучше все-таки, вы знаете, как иногда забыть абсолютно об этом И подчеркивать свои достоинства В любом случае, для плюс-сайз, конечно, очень важны именно пропорциональность То есть, если, например, есть объемы вверху Тогда дополнительно делайте объемы и внизу Для того, чтобы выровнять вверх и вниз Или если у вас, например, очень красивая зона декольте Как правило, у таких девчонок действительно красивая зона декольте То именно ее и стоит дополнительно тоже подчеркивать Ну, здесь, девочки, я вам хочу еще показать Вы, на самом деле, в презентациях потом посмотрите Слайдов там гораздо больше Просто они уже сейчас не прогружаются На что стоит вообще обращать внимание при выборе юбок? Давайте вот на этом остановимся отдельно Вот скажите мне, пожалуйста, давайте я вас спрошу сначала Как вообще вы выбираете себе юбку? Чем вы руководствуетесь? Что вы смотрите в зеркале, когда вы примеряете юбку? На что вы обращаете внимание? Напишите мне сейчас, пожалуйста, ваши ответы в чат Для того, чтобы я смогла оценить, собственно, как вы это делаете И на самом деле мы, как правило, используем какие-то абсолютно стандартные приемы Но не всегда эти приемы четко, скажем так, отражают действительность Например, вот я здесь первый указал Так, как сидит по фигуре Еще кто какие моменты смотрит, девчонки, напишите мне в чат И что вы имеете в виду, кстати, Виталин, что ты имеешь в виду, как сидит по фигуре? Комфорт, длина, вот, отлично, уже длина появилась Прекрасно, девочки Давайте еще какие моменты используем Сейчас мы с вами немножко разберемся здесь, что нужно учесть А, на талии, сходится ли? Девчонки, ну на талии, конечно, должно сойти Тем более того, должно сесть там, где нужно А вот этот момент с талией, как раз, раз уж мы про него заговорили Здесь история в следующем Вот это вот, помните, в фильме, да, где талию делать будем? Вот, девчонки, я вас уверяю, просто я с этим сталкиваюсь постоянно Момент, где действительно талия Почему-то у нас очень многие девушки предполагают, что талия у них находится вот там Хотя она физически находится реально чуть выше Или чуть ниже, нет, как правило, чуть выше все-таки, да То есть редко у нас там происходит куда-то перекос Так вот, что я имею в виду? А талия, это действительно самое узкое место на вашей вот, как бы, да, средней части тела Самое узкое То есть вы можете реально прям руками, как бы, по себе провести И, ну, почувствовать это, да Но при этом, почему-то очень часто большинство девчонок берут и спускают эту точку вниз, то есть еще на сантиметров 5, а то и 10 Говорят, ну, как бы, вот здесь вот талия, девочки, нет, талия реально на самом узком месте Почему очень важно все-таки оценить, нет, не под ребрами, Виталина, не совсем под ребрами Она чуть ниже ребер, то есть где-то буквально 5-7 сантиметров ниже Но вот как бы на изгибах это все-таки самая тонкая часть То есть не ближе к бедрам, да, не ближе вниз туда А вот именно вот как бы посерединке получается Почему очень важно определить, где эта самая тонкая часть находится Но вы даже вот руками будете себя обхватывать, вы почувствуете ее Потому что, девчонки, пропорционально, если вы талию себе с помощью юбки делаете не в том месте Вы берете и просто обрубаете себе фигуру совершенно не там, как она должна была быть И силуэт, например, песочных часов, да, или там каких-то очень женственных пропорций Он уже будет потерян, несмотря на то, что юбка, она на самом деле может быть клевая Она может классно выглядеть и классно сидит Но, к сожалению, из-за того, что мы ее посадили не на нужное место То, собственно, она спускается и все, наша пропорция и съехала вниз И все, как бы, да, мы ее потеряли Соответственно, вот чтобы этого не происходило, я вам советую все-таки потренироваться Да, вот прощупайте себе, где находится самая тонкая часть Ну и, грубо говоря, вы когда будете измерять, ну, вы прям метром, да, пообхватываете себя в разных местах И вы почувствуете, где она находится С другой стороны, посадку действительно все-таки лучше брать именно четко на талии Либо чуть выше, то есть, чтобы пояс, например, да, был чуть выше этой вот места талии Или широкий пояс, завышенная так называемая талия, да Почему, опять-таки, это важно? Потому что вы таким образом автоматически прибавляете длины своим ногам То есть, вы делаете округлость бедра более красивой, более женственной, более сексуальной, опять-таки, да, девчонки? То есть, вот эта вот приспущенная юбка на бедрах, она на самом деле не делает нас более сексуальными Мы просто берем и обрубаем себе верхнюю и нижнюю часть Совершенно не там, где она могла бы находиться Вы просто поэкспериментируйте и посмотрите Поэтому я вам рекомендую первое, что когда вы делаете, выбирая юбку Вы обращаете внимание на четкость посадки по талии То есть, четко на талии юбка должна сесть Тогда это будет все-таки более преимущественно, скажем так, подходящий по фигуре силуэт Наконец, второй момент, вы об этом уже написали, да Вот именно, как она сидит, ли она комфортна То есть, после того, как вы ее посадили по талии, вы должны подвигаться в юбке Вы должны понять, насколько вы готовы совершать шаги в этой юбке Потому что, помните, как я вам сейчас говорила про хромую юбку Когда девушка красиво стояла, но она совершенно не могла шевелиться в ней, да Вот очень часто мы с вами можем покупать юбку, мы в ней классно стоим Но двигаться мы в ней не можем Вот чтобы этого не происходило, нам нужно с вами действительно предусмотреть, скажем так Правильность все-таки посадки именно по фигуре, по комфорту, по движению и так далее Соответственно, походите, посидите, присядьте, привстаньте Может быть, даже поднимитесь как-то, да, попробуйте какие-то ступеньки и так далее То есть, в магазине можно же походить, а можно выйти из примерочной, в конце концов Выйти в зал в этой юбке, да, посмотреть на себя в разных зеркалах Что, кстати, я буду реально сделать То есть, не только в примерочной, там, где такой полумрак, да И там, где приглушенный свет, и кажутся сгибы тела такими красивыми А вы выйдете в зал, там, где свет реальный, там, где свет достаточно четкий Вы можете увидеть все очертания, вы можете увидеть длину Это как раз следующий аспект, на который стоит обращать внимание И вы поймете, насколько вообще вы в этой юбке классно выглядите Так вот, возвращаясь к следующему и самому важному, кстати, моменту Это длина То есть, девочки, вот я сколько раз убеждаюсь Неправильно выбранная длина убивает юбку напрочь просто Что я здесь имею в виду? У нас с вами по пропорциям тела есть та длина, которая делает наши ножки стройнее И более вытянутыми, более, как бы, пропорциональными И есть та длина, которая просто обрубает, опять-таки, все пропорции Вот вам нужно проверить, насколько юбка соответствует Вы можете сделать это достаточно легко Вы берете эту юбку и начинаете перемещать по себе вверх-вниз И смотреть, что происходит с вашими ногами И если вы видите, что в каком-то месте нога выглядит чуть стройнее О, значит, ближе к этому месту вам нужно брать длину И наоборот, если вы понимаете, что вот там ниже колен, да, бывает По икру или даже длина миди, которая как бы трендовая, которая классная Ну, например, вас она может портить Соответственно, вам она не нужна Вам, значит, либо нужно выше брать, да, по колену или выше колена Либо максимум То есть, экспериментируйте в зависимости от своего типа Фигуры, от своего телосложения, своих пропорций И, наконец, девочки, декоративные элементы Почему я об этом говорю? Потому что сейчас вы увидите много юбок, в которых действительно очень много сейчас наворотов Это и конструктивизм, это и асимметричные какие-то клинья Это и скроенные по косой юбки и так далее, да И вот все эти моменты, они иногда могут прибавлять объемы не там, где нужно Соответственно, смотрите обязательно, где это все находится Как это все скроено И вообще, какая пропорция вашего тела получается Я вам здесь советую использовать правило трех метров Что это такое? Вы просто надеваете, когда на себя юбку Ну, в сочетании, опять-таки, с чем-то, да, с правильным Не просто вы стоите в лифчике, знаете, и там в зеркале посмотрите на себя Нет, обязательно подберите вверх к этой юбке Для того, чтобы вы хотя бы понимали вообще, с чем вы ее будете носить И вот вы выйдете в этой юбке, как бы, на свет божий Посмотрите вообще, как вот это все выглядит И обязательно обратите внимание Вот если есть какие-то декоративные элементы, карманы Какие-то складки, там, я не знаю, дополнительные какие-то ремни, еще что-то Сейчас масса всего Как все это выглядит в целом на вас Не делает ли это вас объемным, не делает ли это вас тяжелым Ну и так далее, да, то есть все это нужно оценить, посмотреть Поэтому, девочки, вот эти вот моменты при посадке юбки А именно четкость посадки на талии, комфорт в носке, длина И, наконец, наличие или отсутствие каких-то декоративных элементов Это все очень важно Помните про них, когда вы будете выбирать себе юбку Конечно, материал, это еще тот момент, который важен Я его здесь просто не указала Но я вам могу сказать так Что для лета, конечно, чем более натуральный материал Хлопок, лен, смесь, вискозы То есть, девчонки, это все добавляет комфорта в носке То есть полюбите себя, да И, возможно, синтетика, конечно, выглядит неплохо И классный принт, и все дела Но при этом вы понимаете, что жара плюс 35 И вы просто спаритесь в этой юбке Поэтому, девчонки, может быть, лучше попроще силуэт Но хлопок или лен, в который вы реально будете дышать Вам будет комфортно, вы сможете в ней гулять, ходить, сидеть и так далее Поэтому, девочки, учтите этот момент Ну что, скажите мне, пожалуйста Вот сейчас, когда мы проговорили, да На что обращать внимание Появилось какое-то, может быть, чуть более четкое понимание Все-таки, да, что нужно учесть Когда вы пойдете в следующий раз выбирать себе юбку Есть ли моменты, которые вы выявили Что вы делаете, например, не совсем правильно Напишите мне об этом сейчас в чат Они, казалось бы, все банальные, все простые Но при этом, девчонки, очень часто Вот эта вот посадка по талии Это просто косяк косячный Он реально портит очень многие истории Поэтому я вам советую все-таки Запомните себе этот пунктик И когда вы пойдете в примерочную в ближайшее время Прям протестируйте себя Детали, они могут быть, могут и не быть Все зависит от того, нужно ли вам прибавить объема Но, Виталий, если у вас, например, прямоугольник Которому нужно действительно добавить объема в нижнюю часть То вам абсолютно да Если вы, например, песочные часы Или груша Да, то тогда скорее нет, чем да То есть, понимаете, девчонки, здесь все индивидуально Я пока рассказываю про общую схему На что обращать внимание На что действительно стоит учитывать Да, смотреть и так далее Сейчас мы будем с вами уже переходить К тем, собственно, моментам Связанным с чем Как носить, что носить и так далее Так, сейчас я надеюсь, мои слайды будут перемещаться Все-таки чуть быстрее Да, это вот, девчонки, минус того Что я хочу дать очень много информации Но, в общем-то, слайды тяжеловатые Вы знаете, кстати, я о чем думала Я думала о том, что сделать возможность сегодня Даже, вернее, разбить сегодняшний вебинар на две части Потому что у меня очень много действительно слайдов И мне бы не хотелось Вот эта юбка, что за фасон? Ну, девочки, конечно же, это у нас полусолнце Абсолютное полусолнце Причем очень такое действительно нежное За счет ткани И вот эта ткань очень хорошо Она за счет того, что она плотная Она драпируется, струится очень красиво Это полусолнце, как вы понимаете Так вот, я хотела, тоже подумывала, вернее, сегодня о том Чтобы разбить сегодняшний вебинар на две части Потому что не хочется мне голопом по Европам Проскакивать по всем, скажем так, картинкам и так далее А их действительно много Но зависит от того, какое решение мы с вами примем То ли мы с вами сегодня все до победного будем изучать В плане того, что придется еще, я думаю, что часок, наверное, потратить Либо мы с вами лучше, может быть, да, сделаем, скажем так, две части И продолжим в следующий раз До 12 нет, девочки До 12 точно нет, абсолютно Завтра у меня, к сожалению, мастер-класс Или, к счастью вернее, да На котором мне тоже надо бодренько рассказывать Про отпускную капсулу и так далее Здесь я хотела уже просто спросить вас Будем ли мы все сегодня осваивать Или будем частями В общем, посмотрим Как устанем Как вообще вас, эта идея, например, разбить сегодняшний вебинар на две части Вы к этому готовы, не готовы? Напишите ко мне, кстати Просто если действительно вам окей То мы можем это сделать Например, просто дополнительную часть Я проведу, там, я не знаю, в следующий вторник Или в следующий четверг То есть в зависимости от того, кому когда удобнее Просто обозначим время У нас будет, как носить юбки, часть вторая Готовы разбить или готовы сегодня до конца сидеть? Вот вы мне обозначите сегодня съемки Потому что мне не принципиально Просто я бы не хотела бежать, да И мне бы не хотелось перегружать вас сегодня Потому что картинок будет много Поэтому вот это та тема, над которой мы сейчас можем с вами параллельно подумать А, готовы разбить Все, я поняла Но, может быть, действительно мы так и сделаем Поэтому смотрите, девочки Я сейчас, наверное, расскажу вам про юбку-карандаш Да, покажу те силуэты, связанные с юбкой-карандаш Которые мы с вами можем носить И вообще что с чем сочетать А уже остальные, их порядка У меня по плану Порядка 5-6 еще, да Различных разновидностей Мы можем разобрать как раз конкретно на второй части Это абсолютно ничего не портит Мы просто с вами будем в спокойном режиме двигаться дальше Смотрите, если говорить про юбку-карандаш Тогда мы с вами еще минут 10-15 по ней поговорим То есть как раз, чтобы к 9 вы были свободны Юбка-карандаш, конечно, самый универсальный, наверное Один из самых универсальных силуэтов И я вам хочу сказать, что это тренд этого сезона Поэтому, девчонки, сейчас начинаются распродажи Это как раз тот момент, когда я вам советую прикупить парочку экземпляров для себя И вот сейчас, возможно, вы увидите как раз те фасоны Которые вам действительно понравятся Которые будут интересны И, обязательно, мы пройдемся по некоторым особенностям Конечно, говоря про юбку-карандаш Мы привыкли думать обычно о чем? О том, что это черный, ну максимум серый Максимум синий вариант какой-то Да, офис Достаточно скучно, неинтересно, банально В общем, все к этому привыкли Но мне бы хотелось вас смотивировать на то Что юбка-карандаш может И она должна быть абсолютно разной по цвету По силуэту даже немножечко С какими-то декоративными элементами Вот первое, на что стоит обратить внимание Так, почему-то у меня опять перелеснулся слайд Сейчас, девчонки, я верну его обратно Ну вот это, кстати, одна из причин Почему я бы хотела, наверное, разбить на две части Для того, чтобы все-таки следующая часть Она грузилась у меня быстрее Потому что там не будет, например, видео И, соответственно, у нас презентация просто будет более плавно идти А сейчас мы с вами вынуждены прожидать Пока у меня подгрузится этот слайд В общем, все это немножко отягощается Вот этим техническим моментом Но ничего страшного То есть, вот, да, первый вариант Это как раз то, что я хотела сказать Когда юбка, да, более-менее стандартного варианта Синяя, черная Или белая, или светлая Да, то есть и материал может быть совершенно разный Но при этом с чем ее носить Конечно, идеальное, оптимальное И самое, наверное, универсальное сочетание с юбкой и карандашом Это белая рубашка И вообще, девчонки, белая рубашка, как вы понимаете Это тот предмет гардероба Который очень хорошо относится как раз к тем базовым вещам Которые должны быть практически у всех Но, я говорю, практически и не всегда Потому что все-таки индивидуально В некоторых гардеробах эти вещи не нужны Но традиционно, да, комплектовать, например, юбку-карандаш Причем выполненный из плотной ткани, как вот в первой картинке Из джерси или какого-то трикотажа, как на второй картинке Или из кружева, как на третьей картинке Можно совершенно легко с обычной белой рубашкой Причем белая рубашка может быть выполнена как из вискозы Так и из плотного хлопка Ну или средней плотности хлопка Для лета идеальный вариант, по самом деле Поэтому, девчонки, вы можете здесь абсолютно спокойно моделировать Именно вот такой образ Причем, смотрите, обувь, опять-таки Как каблук, так и плоский ход Это могут быть Оксфорды, Лоферы Это могут быть мюли сейчас, которые мы носим Это может быть шпилька Это может быть саба Это могут быть какие-то другие варианты Которые абсолютно в городском формате приемлемы Комфортные, удобные Это могут быть даже элементарно кроссовки, девчонки Опять-таки, да, я вам буду показывать, как можно ту же юбку-карандаш с кедами сочетать И вообще кеды, это опять-таки тот формат обуви, который для современного города является универсальным Я, например, очень люблю сочетать кроссовки У меня есть проживная юбка, вот, похожая, да, по силуэту И я еще люблю сверху свитшот, например, какой-то свободный напялик То есть у меня вариант такой смешения разных стилистик Я считаю, что это очень интересно смотрится Это комфортно, самое главное, девчонки При этом это женственно То есть не бойтесь экспериментировать с привычной нами юбкой-карандашом Но более, скажем так, смелых, да, каких-то нетривиальных форматов Дальше как раз, как вот эта вот та картинка, на которой мы остановились, да Собственно, я говорю о том, что юбка-карандаш может быть выполнена вот в этом конкретном сезоне Из абсолютно ярких, контрастных материалов Это может быть интересный принт Причем крупный, геометричный, как вы видите на первой и на последней, да, картинке Это может быть какой-то монохромный принт, например, черно-белый, как вы видите, в серединке И при этом, девочки, когда мы говорим про юбку-карандаш Это все-таки, да, вот, чтобы образ не смотрелся скучно Но поскольку уже присутствует принт Нам уже гораздо легче миксовать, например, либо с другим принтом Это вот, как вы видите, опять-таки на картинке слева Либо это может быть какой-то однотонный спокойный верх в тон одного из элементов юбки То есть одного из цветов юбки Соответственно, здесь очень легко можно составить сбалансированный красивый образ Отталкиваясь от расцветки юбки Я очень хочу вам порекомендовать приобрести какую-то вот такую юбку С красивым, ярким, насыщенным принтом Но, опять же, девочки, помни про особенности своей фигуры Пожалуйста, вот этот момент мы не забываем Да, но в целом попробуйте поэкспериментировать Абсолютно не стоит от этого убегать Обувь, опять же, девчонки, может быть как нейтральная Да, это белый, это нюдовый цвет Это телесного цвета, да, то есть нюдовый телесного цвета Лодочки, какие-то танкетки Это могут быть, опять-таки, лоферы, оксфорды То есть абсолютно Но здесь каблуки, да Либо это может быть какой-то более контрастный, более яркий цвет Опять же, поддерживающий одетки станок юбки Либо, как вот мне нравится очень, на самом деле, этот монохромный, очень геометричный образ в середине Когда у нас юбка черно-белой расцветки, да, спокойный верх И при этом яркая обувь То есть акцент поставлен за счет обуви Обувь и юбка, это две акцентные как раз детали в луке, которые вытягивают все остальное Поэтому, девочки, когда вы будете брать принтованную, интересную, яркую юбку Помните о том, что либо вы поддерживаете ее спокойно обувью, да Либо вы ее добавляете именно акцентом тоже цвета за счет обуви То есть вот этот момент обязательно помните Я не знаю, насколько в вашем гардеробе, да, присутствует такая юбка Есть ли что-то похожее? Если ничего похожего нет, девочки, смело пробуйте, смело приобретайте Так, и у меня здесь должен быть последний слайд на этой презентации Сейчас он мне перевернется Я вам покажу еще одну картинку На самом деле, конечно, юбка-карандаш удобно в носке Вот реально удобно Поэтому приобрести что-то такое, знаете, как statement piece То есть то, вокруг чего вы будете докомплектовывать Очень яркий, интересный образ Это было бы клево, поэтому попробуйте Тем более сейчас что в масс-маркете, что в таких премиум-классах брендов Везде есть эти оригинальные, в общем-то, расцветки, принты И с морской тематикой, и в геометричной, и в городской То есть абсолютно по-разному Поэтому вы можете использовать любые варианты Здесь я хотела показать, что юбка-карандаш идеально вписывается На самом деле в стилистику не только города Ну, то есть, скажем так, привычного, да, женственного образа городского Но и в стилистику, например, более таких дерзких, более молодежных, более смелых луков Это как раз мы с девочками вот на курсе обсуждали историю про то Как можно добавить перчинки в свой гардероб, да, в свой образ Вот таким образом, девчонки, казалось бы, юбка-карандаш Ну, что здесь еще банального, да, можно придумать Но вот я вам хочу сказать, что в сочетании, опять же, с грубыми ботинками, с косухой Да, и при этом с очень женственной блузочкой, кофточкой, маечкой То есть абсолютно разные варианты вверха Могут быть с футболкой банально, да То есть все это может вместе как раз смотреться как брутальный, дерзкий такой, молодежный И очень смелый лук И мне безумно нравится сочетание вот клетки, да, в данном случае С другой стороны мы можем брать другой очень популярный принт, опять-таки, этого сезона Который не уходит уже от нас несколько сезонов подряд Это полоска И в том году он был, и в этом году он остается Полоска, причем крупная, причем акцентная Опять же, девочки, дополненная не менее акцентной обувью, да Но при этом это опять смотрится интересно, опять смотрится броско Но помните, самое главное, что это тогда должен быть единственный акцент в вашем образе Обувь она просто поддерживает Соответственно, любые вот эти вот варианты, они хороши для юбки-карандаша Потому что она сама по себе, по силуэту, да, она не перетягивает на себя слишком много внимания за счет кроя Но при этом за счет расцветки она как раз и может стать той ключевой деталью в вашем образе, которая будет строить все остальное Сейчас я, девочки, еще перейду, покажу вам к следующей презентации несколько слайдов, да, по поводу именно юбки-карандаша И на юбке-карандаш мы тогда сегодня остановимся и продолжим уже следующий фасон юбок разбирать на следующем вебинаре Потому что я просто не хочу, там порядка 40 еще слайдов и сжать их, да, в 15 минут мне бы не хотелось Мне хотелось бы подробненько пройтись по всем картинкам Следующий вариант, опять-таки, да, акцентной юбки Когда мы этот принт на юбке можем смешать с принтом еще, да, дополнительным верхней одежде Например, да, или блузки, или добавить еще акцентные аксессуары, которые тоже поддерживают всю эту историю Как вот, например, на этой картинке Посмотрите, да, полоска, казалось бы, но эта полоска, она не настолько контрастная, как была в предыдущих вариантах Соответственно, она более спокойная, более универсальная И мы можем здесь добавлять уже более яркую верхнюю одежду Но опять, про сочетаемость принтов, да, я это уже говорила своим девочкам То есть самое главное, помните, что цветовая палитра в юбке должна тогда сочетаться неким образом с цветовой палитрой другой одежды Тогда у вас будет смещение принтов правильное, сбалансированное, интересное На картинке рядом мы с вами видим наоборот, да, в общем-то, базовое сочетание яркой юбки акцентной с денимом, девчонки Вот сочетание с, вообще с курткой, да, из денима, с рубашкой из денима, с джинсовыми какими-то безрукавками и так далее Это все очень универсально, очень по городскому, очень достаточно стильно смотрится в различных сочетаниях Поэтому я вам советую присмотреться именно к таким комбинациям То бишь юбку-карандаш мы с вами можем сочетать не только с традиционным жакетом или жилетом, как мы с вами думаем, да Но и, конечно же, с бомберами, конечно же, с джинсовыми куртками, да, конечно же, с плащами, с какими-то накидками и так далее То есть вариант сочетания верхней одежды здесь очень большой Как вы понимаете, рубашка, да, в традиционных или там из денима и других вариантов Блуза, футболка То есть вот эти все варианты к верхней части к нам относительно применимы Что касается обуви, как вы наблюдаете везде, либо это плоский ход, либо это каблук Но в любом случае достаточно все комфортно, понятно С другой стороны, опять-таки, вариантов у нас юбки-карандаша много Поэтому сейчас еще будет несколько вариантов на эту тему Так, сейчас у меня все подгрузится Не хочется вам следующий слайд уже поскорее показывать Потому что там очень интересные картинки везде подобраны Я вчера, когда клепала эту презентацию, девчонки, я поняла, что это просто прям кладезь Можно отдельным файлом, знаете, как высылать для вдохновения И, в общем-то, будет сразу понятно, с чем носить юбки Потому что это вопросы, конечно, часто возникаемые Так, пока у меня почему-то слайд не переключается Сейчас разберемся Так, сейчас он подгрузится Вообще юбки, мне кажется, это тот универсальный элемент гардероба Который реально лучше иметь у себя в нескольких форматах То есть выбрать для себя, например, несколько силуэтов наиболее подходящих И купить их в разных, например, вариантах Например, это будет какой-то принт, это будет однотонный цвет Это будет более свободный, может быть, прессированный вариант и так далее То есть что-то, чтобы было совершенно разное Так, наконец-то я решил все-таки переключиться слайд Вот смотрите, девочки, да, опять продолжая тему сочетаемости принта С одной стороны, у нас может быть такое сочетание, как цветок и полоска Да, казалось бы, ну, может быть, немножко необычное Напишите, кстати, да, вот вариант с тельняшкой сочетания Насколько он для вас интересен Вообще готовы ли вы что-то похожее на себя примерить, поэкспериментировать Напишите мне, пожалуйста, в чат Нравится вам такое сочетание, не нравится Дайте мне обратную связь пока, девчонки Я вам расскажу, что полоска это на самом деле один из тех универсальных принтов Которые вы реально можете сочетать с любым абсолютно Вот рада, что нравится С абсолютно любым другим рисунком То есть это может быть горох Это может быть цветок Это может быть огуречный принт Это может быть все, что угодно абсолютно Главное, чтобы цветовая гамма каким-то образом перекликалась Да, вот здесь, как вы видите, белый цвет Он является акцентом и в рисунке с цветами И, естественно, в тельняшке Соответственно, происходит соединение этих двух тканей Второй вариант, когда мы с вами можем использовать цвет И это уже монохромное контрастное сочетание цвета Опять-таки, здесь скорее юбка у нас с вами не карандаш Это скорее уже ближе к Максе Но, вернее, это между Миди и Максе Вот такой какой-то вариант Но при этом цвет сам по себе, да, и силуэт Это все-таки приближается к прямой Тире юбка-карандаш Ну что-то где-то посерединке опять между ними А также здесь, скорее всего, еще присутствует запах Потому что мы видим с вами на талии, да, некий пояс И это вот тот вариант, который тоже актуален для этого сезона Поэтому, девочки, абсолютно смело прикупайте для себя Что-то такое яркое, броское Как в рисунок, так и однотонное И вы точно не прогадаете Потому что это будет актуально этим летом И я уверена, что актуально и следующим летом тоже Вообще, все, что касается, знаете, некоторых базовых моделей А вот это вот относится как раз к базовым моделям Тренды сезона, они, конечно, влияют Но они не влияют настолько, что вы можете выбросить Вот если говорить про юбку, допустим, мини То здесь шансов ошибиться гораздо больше Юбка длиной миди, макси и, скажем так, по колено, чуть ниже колено Это все-таки вот сейчас является длинным трендом То есть то, что будет сохраняться как минимум несколько сезонов Поэтому, девчонки, смело инвестируйте в эти модели Так, ну прекрасно То есть мы с вами вот сейчас на этом времени подошли к юбке полусолнца Тогда, девочки, я предлагаю следующий вариант Вот с юбки полусолнца мы тогда продолжаем с вами во второй части Давайте так Я думаю, что есть смысл нам с вами это делать на следующей неделе Скажем, в четверг вечером Все, кто присутствует сейчас, напишите мне плюсик Если вам удобно это время И мы с вами, допустим, на следующую неделю переносим вторую часть этого вебинара Потому что я не хочу реально окомкать всю информацию Мне хочется вам все это подробненько, интересно рассказать И, соответственно, мы с вами продолжим на следующей неделе Напишите мне, пожалуйста, в чат, девчонки, насколько вам это удобно Все, кто оплатили вебинар, соответственно, вы уже автоматически участвуете Все, кто еще не оплатил, но хочет дослушать вторую часть Вы можете как раз оплатить этот вебинар и принять участие И, соответственно, потом получите записи первой и второй части Ну, то есть, я думаю, что это и есть смысл инвестировать Тем более, стоимость вебинара 350 рублей Это чашка кофе, девчонки, да? Но, как вы видите, огромная подборка информации Здесь еще 40 слайдов То есть, у вас будет Да, хорошо, договорились, Виталий, если даже не будет тебя с нами То у тебя будет запись автоматически, так что не вопрос Вот, поэтому, девчонки, информации много Мне бы не хотелось ее копать Тогда мы с вами переносим вторую часть вебинара на следующий четверг Вам будет дополнительно на почту выслана информация Все, кто оплачивали У меня все в базе, все ваши почты уже есть Все, кто еще не успел это сделать Вы можете как раз мне написать Либо на почту Либо я вам сейчас скину, девочки, ссылку на сайт Где вы можете оставить дополнительную регистрацию Сразу сейчас Я поняла Вы, девчонки, вы дополнительная регистрация на сайт Соответственно, смотрите Вы можете на сайте увидеть вкладку вебинара И перейти по ней, увидеть как раз вот эти два вебинара И будьте регистрироваться Соответственно, я увижу, что вы регистрируетесь уже на вторую часть этого вебинара И будете участвовать автоматически в следующей части В любом случае, скажите мне, пожалуйста Вот сейчас тот объем информации, который мы с вами обсудили Насколько он вам был интересен, полезен Будьте добры, можете написать мне сейчас обратную связь И мы с вами, конечно, продолжим в следующий раз уже ее смотреть А после сегодняшней части запись этой части вам придет Кто оплачивал, соответственно, вы уже посмотрите какой-то кусочек И буду ждать продолжения общения с вами уже в следующий раз Потому что, да, информации много Но вот нельзя, к сожалению, впихнуть такую большую тему в два часа Никак не получается, девчонки Поэтому, знаете, когда мне говорят, например Как можно выучиться на стилиста быстро? Я говорю, быстро никак То есть нужно потратить реально от полугода до года Для того, чтобы усвоить очень многие нюансы И вот то, что я вам сейчас даю Это такая, вы знаете, маленькая-маленькая часть того, что обычно Я рассказываю там на курсах, мы изучаем и так далее То есть девочке прям не хочется вот это вот все оставлять Так, очень рада, что понравилось Напишите, девчонки, кому еще как Оставьте свое мнение, мне очень важно И мы с вами будем продолжать уже во второй части Потому что действительно информации много, она интересная Мне не хочется ее комфортить И не хочется, чтобы мы с вами упускали что-то важное Буду продолжать и, возможно, даже дополню еще что-то Просто в следующий раз, я уверена, у нас технически не будет вот этих зависаний К сожалению, перегружено было много слайдов Но ничего не сделаешь, такое бывает Когда будем говорить про французский шик Аналогично я думаю, что я сделаю просто видео все Буду вам грузить отдельно, да Так, чтобы вы их смотрели без вот этих вот этих задержек Ага, все отлично Виталин, попробуй по-другому стилизовать свои юбки Я вот тоже очень надеюсь, что ты сможешь это сделать Ну и в любом случае, любые ваши вопросы, девчонки, кто у меня на курсе Мы с вами в чате все это параллельно обсуждаем Девочки, кстати, поскольку у нас есть еще пять минут Я думаю, что хочу спросить следующее Скажите мне, пожалуйста, все, кто присутствует сейчас у нас на вебинаре Интересно ли было бы вам вообще получить информацию про курсы, про обучение и какие-то другие возможные обучающие программы, которые у меня есть Если да, я просто вам скину их отдельно информацией на электронную почту Для того, чтобы вас сейчас не задерживать Но вы мне напишите, пожалуйста, сейчас плюсик, если вам это интересно Для того, чтобы я увидела, у меня это сейчас в базе сохранится Так, еще кому-то интересно? Пишите, девчонки Я на самом деле рада, что удалось нам встретиться Интересно, хорошо, Элен, пришли тогда И будем продолжать обязательно дальше В любом случае, у нас сейчас, у меня по курсам, да, заканчивается онлайн первый поток Это в середине июля, я думаю, да, в августе Планируется следующий старт, либо уже в сентябре мы посмотрим И дальнейшие оффлайн все курсы начинаются только с сентября То есть сейчас, летом, вот это все заканчивается у меня, да То есть потоки, те, которые начались, они уже закончатся, а потом уже будем продолжать с Нового года Так, ну что, дорогие мои, благодарю вас за сегодняшнее время Мы с вами вот разбили, да, решили все-таки разбить Я на самом деле этому рада, мне не хочется компать информацию Спасибо вам за участие, спасибо вам за время Запись, те, кто оплатили, вы получите этой части уже завтра, послезавтра Благодарю вас И будем вас, ну, я вас буду ждать на следующей встрече В следующий четверг в 19.00 будет юбки, часть 2 Продолжение нашей истории И там мы уже с вами конкретно спокойно обсудим другие силуэты, посмотрим И мне бы очень хотелось, чтобы к этому времени вы попробовали какие-то, может быть, как раз детали Или новые фасоны в магазине, померили, были вопросы у вас, возможно, да И мы бы их уже обсудили То есть вот этот вариант, он очень интересен, девчон, когда вы можете задать мне вопрос Не просто послушать, а что-то интересующее вас узнать Поэтому у вас будет как раз неделя на то, чтобы все это изучить Спасибо, Юлечка, большое, очень рада, что присутствовали сегодня с нами, девчонки Ну все, я вас отпускаю, тогда мы с вами встречаемся в следующий четверг в 19.00 Дополнительная рассылка у времени Вам обязательно придет за несколько дней И в день вебинара однозначно тоже будет продолжение И ждите запись сегодняшней части Все, девочки, я вас отпускаю До следующей встречи, до следующей недели Всем вам хорошего вечера, прекрасной пятницы, кстати, сегодня уже Так что идите отдыхайте, муляйте, наслаждайтесь вечером Все, целую всех, до следующей недели, пока-пока